4 июля отмечается главный государственный праздник США – День независимости. В этот день была принята Декларация независимости, установившая, что 13 британских колоний Северной Америки считают себя свободными от власти британского короля и создают новое государство. Как всегда, это упрощенная версия событий. Решение о том, что колониям следует добиваться независимости, было принято 2 июля, а в поддержку этого решения выступали не 13, а 12 колоний. Нью-Йорк в тот момент колебался. 4 июля под Декларацией независимости были поставлены первые две подписи делегатов. Последний из подписантов сделал это лишь в следующем году. Люди, принявшие решение о борьбе за независимость, рисковали жизнью. Согласно британским законам, они совершили государственную измену, подлежали смертной казни, а их имущество должно было быть конфисковано. Из 56 представителей 13 британских колоний, которые поставили свои подписи под Декларацией, пятеро были захвачены англичанами и казнены. 9 погибли во время войны за независимость. Более половины подписантов в ходе войны потеряли родных и имущество. По данным последнего опроса компании «Росмассен Репортс», 52% американцев считают День независимости одним из самых важных праздников. По степени популярности День независимости уступает только Рождеству. Опрос также показал, что большинство жителей США согласны с основным положением Декларации независимости, написанном 242 года назад. Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относится жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия с согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляются, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. Декларация независимости США стала основой для появления в иных странах множества подобных документов, наиболее известной из которых была французская Декларация прав человека и гражданина. Многие государства, объявившие о своей независимости в 19 и 20 веках, копировали куски текста американской декларации. По данным Бюро переписи США, ныне в стране насчитывается 40 населенных пунктов, в названии которых есть слово «свобода» и 11 населенных пунктов, в названии которых есть слово «независимость».